Я хочу еще раз победить, и я тогда испытаю счастье. Тогда надо заниматься хоть киберспортом, хоть каким-то чем угодно. Сейчас пацаны смотрят и насмехаются. Да я уже ничего не чувствую, я просто тупо прохожу игру. Я 100% себя ограничу часом в день, я будильника три наведу, чтобы вот он прозвенел, а я оттуда уйду. Зато мои близкие не испытывают дискомфорта от моей агрессии в реальном мире. Я там всех завалил, кого надо было, положил телефон. Я тебе уверяю, я тебе уверяю, в агрессии нет конца. Есть разница, я буду играть в гонки или я буду играть в очень аккуратные убийства. Застрели облачко. Если я убиваю персонажей в компьютерных играх, как это выглядит в глазах бога? Вау, и чего я здесь делаю? Приветствую, дорогие друзья, вы на подкасте «Тебе решать». Мы обсуждаем серьезные актуальные темы, а вы решайте, что с этим всем делать дальше. Сегодня мы будем говорить об игромании, киберспорте в контексте христианства. И у нас в гостях главврач клиники Ангелия, психиатр-нарколог с 17-летним стажем Юрий Бондаренко. Добрый день, Юрий. Добрый, добрый. Спасибо большое, что пришли к нам. Это для нас на самом деле большая честь. Юрий, для начала давайте немножечко хотя бы познакомимся ближе друг с другом. И так как я вас все-таки уже знаю более-менее неплохо, то наши зрители наверняка нуждаются в таких вот наводящих вопросах. Да, без проблем. Юрий, вот мне очень интересно, честно говоря, я вас не спрашивал ни разу, и вот нашел возможность спросить. Вообще, что сможет сподвигнуть человека получить образование психиатра-нарколога? То есть что вас вдохновило на это? Все мы родом из детства. Поэтому выбор таких непростых профессий, скорее всего, как я прихожу уже многие годы спустя, обусловлен какими-то особенностями воспитания и недостатками воспитания. Поэтому когда человека тянет в психологию, в психотерапию, в психиатрию... Ну, в психиатрию редко тянет, прямо скажем так. Вас туда тянуло? Меня туда не тянуло. Я вообще планировал быть челюстно-лицевым хирургом. Но как-то сложились обстоятельства, так интересно. Одна замечательная женщина, христианский психолог, буквально я уже должен был выбирать специализацию на шестом курсе медуниверситета, она подошла и говорит мне, «Ты знаешь, Юра, нам так нужен христианский психиатр, вот психологи уже есть, вот психиатра нет, такого верующего доктора, который бы...» «Ты вот верующий, вот...» А я так на нее посмотрел, думаю, ну, как бы, у меня другие планы. И потом все так складывается, что мне... Человек, который ответственный за выбор моей специализации, он говорит, как бы челюстно-лицевая хирургия нам пока не актуальна, в том медицинском учреждении, где я должен был работать. Он говорит, «Зато нам нужен психиатр-нарколог, детско-подростковый, как бы...» «Ты согласен, мы тебе оплатим там обучение, специализацию и все». Я думаю, ага, ок. Я сразу согласился. Как бы я вспомнил тот разговор, вот, и сразу согласился, вот. Потому что, во-первых, наличие зависимых родственников у меня в семье. Я потом уже это в ретроспективе посмотрел. Оно простимулировало интерес к этой профессии. Ну и само по себе мозг, вообще мышление, человеческая личность – это бездна. Это очень интересно. Здорово. Мне интересно также, вот, как семья вообще, вот ваша, вас воспринимает как психиатра и отца одновременно. Это же очень интересно тоже так вот совмещать. Они, мне вот, лично, как вам кажется, мне интересно, они гордятся, вот, придя в школу, говорят, «Мой папа, мой папа – психиатр». Ну, старшая дочь, да. Она очень много лет твердила, я дочь психиатра-нарколога. То есть, это прям было такое, как лейбл какой-то. Вот, и для нее это было всегда. Она даже, когда маленькая была, то есть мы ходили в парке, она могла там подойти к большому дяде, говорю, «Дядя, брось пить пиво, умрешь». Или «Брось сигарету, умрешь от рака». У меня жена уже начала возмущаться, говорит, Юра, смотри, этот пьяный дядя может дать ей по голове, и вот, как бы, ну, держи дистанцию. Хотя я не учил специально, то есть она, она это понимала. Вот, поэтому для детей это все, все классно, все отлично. Вот, жена, жена не смотрит на меня, как на психиатра. Вот, она видит во мне мужа, человека, и я для нее просто человек. Вот, тут нет пророка в своем отечестве, скажем так. Сто процентов. Хорошо, Юрий, на самом деле, я уверен, что копаться вот в вашей личности, в вашей профессии, это можно было бы, наверное, часами на самом деле, но у нас сегодня тема, которая… Не будем копаться в моей личности. Да, тема, которая позволит вам сказать все необходимое с точки зрения профессионала, с точки зрения эксперта, психиатра. Скажите, пожалуйста, вот вообще само понятие вот игромании, оно имеет действительно какой-то вот ужасающий такой фон? Почему об этом так вот многие родители задумываются с каким-то ужасом внутренним, когда видят, что их дети много проводят времени за телефоном? Разве это проблема, но человек играет на мобильном телефоне или на компьютере? Где можно, откуда можно взять информацию вообще, что это, ну, какая-то вообще трудность нынешнего поколения? Ну, тут как бы в твоем вопросе прозвучало несколько вопросов. Давай какой-то выделим, начнем с него. В чем проблематика игромании вообще? Я бы начал с самого понятия, вот, то есть, этимология слова, игромания, да, то есть, предполагается, что есть некая одержимость, мания, да, образно говоря, я не говорю о какой-то там сверхъестественной одержимости в данный момент, то есть, есть увлеченность играми, вот, но увлеченность — это еще не болезнь, увлеченность — это увлеченность. Если говорить об игромании как о заболевании, то есть, о компьютерной зависимости, это, да, это серьезная проблема. Увлеченность тоже имеет свои, безусловно, проблемы в перспективе, вот, поэтому об этом стоит поговорить, очень, очень даже стоит. Хорошо, давайте мы поговорим, только перед этим вот немного расскажите о масштабах, если вам это известно, то есть, насколько это серьезная проблема в обществе современном игромании. Ну, это колоссальная проблема. Например, я специально мониторил самых популярных ютуберов, то есть, блогеров в ютубе, да, ну, и это, например, там, 100 миллионов подписчиков, 110 миллионов подписчиков — это люди, которые проходят игры, их комментируют, и их смотрят сотни миллионов подростков, детей, ну, и наверняка взрослых определенного склада характера. То есть, самые топовые ютуберы, те, которые поднимаются. Самые топовые блогеры в ютубе, они занимаются, ну, самый-самый топовый, он занимается как раз прохождением игр. Вот, это, это факт. Ну, да. Значит, это, это уже о чем-то говорит. Есть исследования различные. Я, кстати, выпускник кафедры психиатрии, чем очень, ну, в некотором смысле профессионально горжусь, кафедры психиатрии Ростовского государственного медуниверситета. Мой шеф, мой учитель — это был профессор Бухановский Александр Олимпич, очень известный человек в мире криминальной судебной экспертизы, потому что он написал портрет маньяка до того, как Чикатило, известного маньяка, в свое время поймали. И его поймали, этого маньяка, именно по портрету, который описал мой профессор. И одно из направлений кафедры, которую раньше возглавлял Александр Олимпич, сейчас возглавляет доктор Солдаткин Виктор Александрович, это серьезная работа именно в области игромании, игровой зависимости. Вообще, в целом, мы называем это концепцией болезней зависимого поведения, потому что зависимость часто воспринимается как пристрастие к чему-то химическому, к какому-то веществу, но можно быть пристрастным не только к веществу, можно быть пристрастным к поведению. И вот игромания – это пристрастие к поведению. И это широкое слово. Сюда входит и посещение казино, и онлайн-игры, и все, что ты перечислил. Мы с вами общались немножечко перед началом нашего подкаста и говорили до эфира о масштабах, мы говорили о процентах немножечко, что, возможно, статистика там уже не столь точна, потому что прошло там какое-то время, исходя из тех исследований. Но даже согласно пятилетней статистике, 5 лет назад, которая была, на тот момент 45% школьников были очень увлечены играми, но это подтвердит любой учитель, в принципе, любой учитель. Поэтому счастлива эта школа, которая забирает смартфоны на время школьного процесса. И счастлив тот учитель, который понимает это. Это треть, добрая треть студентов колледжей увлечены вопросами игр. И 15% студентов вузов в том числе. Они увлечены играми, не просто увлечены, это со всеми основными признаками, с большинством признаков развития зависимости от игр. Я думаю, самый такой важный вопрос здесь. Вот как можно отличить то, что я просто увлекаюсь играми, мне нравятся игры, и когда я действительно уже зависим от какой-то игры. Вот есть какие-то конкретные отличия? Ну, конечно, можно зайти в интернет и погуглить, там пройти какой-нибудь онлайн-тест на эту тему. Но если брать профессиональный подход, во-первых, эта тема постепенно выкристаллизовывается в профессиональном медицинском сообществе. И во-вторых, есть, конечно же, критерии. Вообще для зависимости есть универсальные критерии. У зависимости есть такое понятие, как большой синдром зависимости, или большой наркоманический синдром его еще называют. Хотя, ну, почему? Потому что его описали на наркомании. Но затем он подходит, то есть это как универсальный скелет, он подходит для любой зависимости. И там есть четыре основных синдрома. Вот синдром психического привыкания, психической зависимости, синдром физической зависимости, синдром измененной реактивности. В случаях с игроманией его называют некоторые авторы с синдромом измененного сознания и синдром последствий употребления вещества или поведения. Вот. Ну и разные авторы как бы меняют количество синдрома, но в любом случае это сложное такое. Поэтому очень в принципе несложно определить, зависим ты или нет. Все начинается с психической зависимости. А психическая зависимость, она имеет в очередь несколько важных характеристик. Первое. Первый симптом – это психический дискомфорт вне употребления. Что такое психический дискомфорт? То есть тебе тревожно, тебе неуютно, тебя кроет депрессия, образно говоря. И не только образно, но и прямо говоря. То есть если я на протяжении какого-то времени не поиграл, то мне потихонечку начинает… То есть тебе некомфортно. То есть в то время, когда ты играешь, комфортно, а когда не играешь, тебе некомфортно. То же самое с алкоголизмом, то же самое с курением обычных сигарет. То есть ты не куришь, некоторое время тебе комфортно, потом тебе некомфортно, пока ты снова не закуришь. Вот признак зависимости. То есть это уже реально зависимость? есть когда мне некомфортно без игры я уже это уже реально психическая зависимость как таковая потому что это основной симптом ключевой синдрома психической зависимости то есть дискомфорт вне интоксикации скажем так вне употребления игр давайте сразу так как чему это может привести вот не интересно например мой сын или мой друг друг моего сына да вот они двоем играют в игры и я как родители слежу за тем чтобы он там не с чрезмерно много не играл и там родители моего родители друга моего сына тоже затем следит но намного меньше к чему может привести вот полный бесконтроль например если я как родитель перестану следить за тем сколько играет мой ребенок это как раз описывает синдром последствия употребления в синдроме последствия употребления для каждой для каждого наркотика образно говоря для каждого вида зависимого видения есть свои последствия это могут быть медицинские последствия физические видеть заболевания это могут быть социальные последствия то есть нарушение адаптации в обществе может быть социофобия социопатии и это могут быть психические психические изменения конкретные то есть это может быть разве развитие депрессивных расстройств и полярных расстройств психосоматических расстройств самого широкого спектра расстройств и конечно же духовное изменение то есть если говорить о том что человек это дух душа и тело то есть это существо созданная по образу и подобие божьему то здесь тоже есть серьезная очень серьезные последствия не вот давайте поговорим как будто бы я подросток не думаю так будет интересно наше общение Вот мне непонятно. Мне непонятно, почему мои родители не позволяют мне поиграть там, ну, три часа в день. Это же немного. Я в школе провожу больше времени. Ну, какая мразия? Я же, ну, хорошо, мне нравится играть. Хорошо, я ощущаю дискомфорт, когда не поиграл в мою любимую игру. Но почему ты переживешь? Тебе не было бы страшнее, если бы я пошел на какой-то завод, там лазил на заброшенных каких-то вот этих заводах, да? Разве тебе не спокойнее, когда я здесь дома сижу, играю в свою любимую игру три часа подряд, а ты за меня вот это переживаешь, отнимаешь телефонами? Ну, если бы, если бы, если вести с тобой разговор как с подростком, то я бы сказал, знаешь, что, Вася, посиди в коридоре и позови своих родителей. Вы бы с подростком не говорили на это? Я бы уже не говорил, потому что по факту, то есть та речь, которая сейчас идет, это говорит о том, что мост доверия между родителями и подростком, и человеком, который играет, нарушен. Потому что я смотрю всегда глубже, понимаешь, зависимость это уже, это уже ягодки, горькие ягодки. То есть мы, нужно рассматривать человека, нужно понимать, а кто ты, для чего ты живешь. Вот ты, ты родился, ты вырос, ты что, живешь, чтобы играть? Вот три часа в день, да, 30 часов за 10 дней, за месяц это 90 часов, это ты играл несколько дней подряд. То есть, для чего это все? Для меня это звучит очень здорово, потому что я понимаю, безусловно, о чем вы говорите, но для 13-летнего пацана, разве это будет вообще аргумент? В 13 лет уже начинает человек задумываться о своих перспективах, о смысле и так далее. Хорошо, а простите, я перебью, а в 10, например, нынче играют там уже с 6, да, на телефоне? 10 еще нет. Так, хорошо, вот 10-летний, допустим, ребенок, поговорим о сложностях, он не понимает еще такой смысл жизни, для него все это далеко. Как я, как родитель, могу мудро объяснить своему ребенку так, чтобы он на меня не злился, так, чтобы он чувствовал, что я желаю ему счастья, но хочу у него вот это вот… Чтобы он не злился, не получится. Не получится. Да, если у него уже есть признаки пристрастия или признаки увлеченности, все равно, когда у тебя отбирают игрушку, ты будешь жлиться, обязаться. Вот, вот это как раз есть, это вообще понимание добра и зла. Ну, на самом деле, тема очень классная. То есть, мне нужно самому себе сначала объяснить, для чего я, как родитель, вообще здесь живу на этом белом свете. То есть, для чего Бог мне дал этого ребенка на время, чтобы что? Чтобы я давал ему три часа играть? Или чтобы я провел с ним эти три часа? Или чтобы я как-то качественно подошел к организации его дня, его жизни и так далее? Что меня дернуло? Купить ему смартфон или доверить ему гаджет, рассказать пароль от этого? Вот у меня есть живой пример. Есть мой друг хорош, он живет за рубежом. И пару лет назад мы с ним общались, его дочке тогда было 14. И у нее был обычный кнопочный телефон пару лет назад. Это достаточно состоятельный человек, чтобы позволить самый современный смартфон для своей дочери. Вот он говорит, Юра, вот я и сказал так. Доченька, тебе вы, вот в день, когда тебе исполнится 16, я дарю тебе самый, любой смартфон, который ты захочешь. Любой. Ей исполнилось 16 прошлой осенью. Вот. Олег, я как раз вчера ему звонил. Мы разговаривали вчера. И я вспомнил. Я вспомнил, говорю, слушай, ну как она за эти, как она вообще? Он говорит, ты знаешь, нормально она, ну 40 минут в день там может что-то пообщаться, посмотреть. Хотели поработать, там какие-то презентации, что-то в интернете поискать по школьным вопросам. Без контроля родителей. Уже без контроля родителей. То есть она очень хотела, потому что она говорит, ну все вокруг, ты что, папа, ну я же там вообще отстала от жизни. И это европейская страна, то есть это не просто там, знаете, какая-нибудь Сенегал, Бангладеш и так далее. То есть это достаточно продвинутое место. Поэтому это вопрос к родителю. То есть что я хочу? Что я хочу от жизни, когда я даю вот эти вещи ребенку? То есть я не говорю о том, что нужно ограничить, там забрать. Надо строить отношения, понимание. Ребенок должен объяснить, почему. Да, сейчас поколение Z. Они вообще без интернета, они даже не знают, что такое жизнь без интернета, в отличие от нас. Которые там где-то мы в детстве помним, как оно было, и то уже забыли, наверное. Вот, то есть, но как? Это нужно вопрос задать себе. И когда я задаю этот вопрос себе, как родителю, я начинаю думать. Если же это... Вот сейчас нас смотрит человек, который играет, например, да? Ну, я лично тут просто нужно задать себе вопрос. Ну, я не думаю, что десятилетний человек будет нас слушать сейчас и смотреть. Это будет, скорее всего, подросток и старше. То есть нужно понять, для чего ты живешь на этом белом свете. Если ты уже понял, что ты же, твоя жизнь ничто, и ты идешь в никуда, ты заблуждаешься. Ты заблуждаешься, твоя жизнь очень ценна. За тебя умер Бог, ну, твоя жизнь просто это сотни, миллиардов клеток, которые очень можно классно применить. И это время можно потратить с намного большей пользой. Это так, для начала. Ну да. Просто мне все-таки интересно завершить, чтобы вот эту тему. Все же, есть какие-то вообще рекомендации, как нужно родителям подходить к ребенку в тот момент, когда он ощущает, что уже были допущены, возможно, какие-то ошибки. Например, я купил сыну телефон, там, или дочке телефон в 6 лет. Ну, очень сильно просила, а я ее так люблю. Я это сделал. Ей сейчас там 8, пускай будет, да. И она уже проводит в телефоне по 4 часа в день. Что минимум? Минимум, да, это такое хорошее, когда, наверное, ребенок нагружен там чем-то еще. Или пускай мы говорим сейчас о подростках 15-летних, которые уже в принципе не думают, что нужно как-то общаться по этому поводу с родителями, выяснять там, сколько мне нужно времени проводить. Я уже взрослый мужик, там, 15-летний, чесит, дайте мне волю. Вот родитель это все прекрасно чувствует. Так вот как он должен себя сейчас вести, вот какие шаги, чтобы начать выстраивать отношения таким образом, чтобы не было тотальных ссор и в то же самое время, чтобы помочь ребенку избавиться от вот этой зависимости. Ну, нужно забыть вообще про телефон. Нужно начать с ПДД, я это называю. Пример доверия друзья. То есть нужно самому быть примером, самому не залипать в телефоне. Потому что если твоему ребенку 15, значит тебе как минимум 35. Ну, то есть, или хотя бы тебе 33. То есть ты уже точно имеешь смартфон, и ты тоже сам можешь сидеть и залипать, и зависать, как говорится. То есть ты должен быть примером прежде всего. Кроме того, на самом деле вопрос зависимости лежит глубже, чем сама зависимость. Это вообще отношение к жизни. Ты должен поменять отношение к добру и злу. Я расскажу, Олег, у меня есть тестовый вопрос, который я задал однажды и был просто поражен. То есть вот я в этом году 18 лет как работаю в медицине, уже после окончания университета. Да нет, 19 лет. Да, 19 лет. И по факту, что получается? Первые 7 лет, наверное, точно или 8. То есть я очень увлеченно работал с детьми, подростками, рассказывал им о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Проводил игры там, проводил презентации. То есть задействовал всякие разные способы обучения, научения. А потом как-то меня дернуло задать вопрос. Я помню, как сейчас. Это такой шахтерский городок. Я задаю этот вопрос в аудиторию и говорю, ребята, вот сейчас я вам два часа вреде пива. Мы обсуждали с вами там два урока подряд. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас готов на зарплату в 5000 евро, полный соцпакет, личный служебный автомобиль, у вас весь фарш. И вы при этом заместитель директора пивоваренного завода. И 99% детей подняли руки. И я подумал, вау, и чего я здесь делаю? Два часа академических я провел в том, чтобы рассказывать о том, как это вредно. Но никто не собирается бросить это продавать. То есть я понял, что проблема гораздо лучше. А глубже она лежит добрее и зле. То есть если ты как родитель показываешь тему, вот сейчас, буквально час назад я обедал с дочкой своей 15-16-летней. Она там собирается сюрприз строить своим друзьям. И нужно там свечки зажечь. Она говорит, я зашла, купила эту зажигалку в магазине. Она говорит, папа, мне стыдно было купить зажигалку. Потому что на меня смотрели, как будто я курю. И 16, и она говорит, я зашла там, ну подошла эту зажигалку покупать там отдел, где сигареты продают. И меня продавец спросит, вы секреты будете брать? Она говорит, нет, а тогда идите там на другую кассу. То есть я понимаю, что для неё это неестественно, это противно. И родители не курят, не курили, и они живут совсем на стороне добра. То есть для неё это не вопрос терзания метания. А я вырос в семье, Олег, где дедушка выпивал крепко и вёл не самый лучший образ жизни. А бабушка была верующим человеком. То есть у меня был выбор, ну выбор всегда есть, но я видел вот эту дихотомию, это не совсем полное счастье в семье. И поэтому и в христианской семье, даже при присутствии там, скажем, супер-хороших родителей, но если есть нечестность, двойные стандарты, зависимость станет жёстким, хорошим вопросом. Поэтому пример — это первая вещь. Второе — это ПДД, да, аббревиатура, доверие, доверительные отношения. Если у вас проблема с подростком, и он играет, или ребёнок 10-летний, вам нужно восстановить доверительные отношения, вам нужно садиться и разговаривать. Причём это свежайшее исследование. Вот доктор Курбатов, мой коллега-врач-психотерапевт из России, недавно буквально он выступал перед лидером руководством Сбербанка в ДОВСе, на всемирном форуме, ещё до карантина. И получается, он привёл замечательное исследование, я действительно его проверил, нашёл автора исследования, это европейский учёный, который провёл исследование колоссальное, обнаружил, что у мозга есть как бы три основных состояния, есть работающее состояние, творческое, есть состояние, в котором мозг просто навигирует, ориентируется как бы в пространстве, движется там, и при этом это максимальная загрузка нейронов идёт, и когда человек там, например, едет за рулём, или он едет на велосипеде, или то есть он движется в пространстве, ему нужно ориентироваться, и мозг достаточно сильно работает, поэтому водители в целом устают, вот, даже если как бы ничего не делают, ну что там, руль держишь в руках, и всё. Вот, и в состоянии творческом мозг пребывает, он как бы, так он находится в ленивом состоянии, то есть в мозге, то есть мозг как бы не работает, но на самом деле он работает, то есть творческое состояние идеально для того, чтобы рождались новые идеи, чтобы человек творил, для того, чтобы он был полезен. И третье состояние мозга — это когда мозг созерцает, он смотрит телевизор, или там видео, или интернет, и этот учёный выяснил, что после того, как человек открывает, отрывает взгляд от экрана, смартфона, или телевизора, или чего-то ещё, от гаджета, проходит 24 минуты, прежде чем мозг переходит из состояния созерцания в состояние творчества, то есть он не способен вообще творить 24 минуты, мозг настолько ленится, мозг идёт по максимально лёгкому пути. Созерцание — самый минимальный процесс, который нужен энергетически. И поэтому представьте, если ваш ребёнок, то есть твой ребёнок залипает по 4 часа, а ты сам залипаешь, у тебя время летит моментально. Мы сами замечаем, я почему-то недавно снес свой фейсбук с смартфона, потому что я зашёл на 5 минут, через 2 часа вышел, я понял, что это уже не то оружие, которым я владею, я уже не владею этим моментом, пришлось это выключить. То есть вы как психиатр не владеете иммунитетом против этих всех вещей? Абсолютно. Психиатр может заболеть шизофренией. Так же, как и человек, который создаёт игры стать игроманом. Вот поэтому и третий момент доверительных отношений, то есть это искреннее, вот это общение с ребёнком, это осознание, признание себя неправым, это рассказы о себе, вот как это у меня было, то есть, но с позитивным концом и с выводами. То есть это нужно показать, этот момент. И третий — это друзья. То есть не бывает такого, чтобы роза росла среди навоза и при этом пахла розой. Ну, по крайней мере, пока она растёт среди навоза, навоз будет сильнее пахнуть. То есть каким бы ни был суперхорошим наш ребёнок, как бы мы его класса не воспитывали, друзья его испортят, не обманывайтесь, пишет Святой Апостол Павел, худые сообщества развращают добрые нравы. И это факт. То есть очень сложно вообще быть, когда у тебя друзья вокруг, люди, которые на тебя влияют. Так было в моей жизни, и так будет в жизни многих. То есть, по сути, родитель должен прекрасно понимать, брать на себя ответственность, что если он не будет предпринимать реально каких-то радикальных мер, то ничего хорошего, мягко говоря, не получится. Пример доверия, друзья. Всё нужно строить, контролировать. Это наша ответственность родителей. А если, например, вот мне 17, и до сих пор, ну, 15, пускай будет, мне 15, и до сих пор не было вот этого, и тут родитель вдруг захотел, реально есть шансы? Это классный и тяжёлый вопрос. Олег, это классный и тяжёлый вопрос. Я лично сочувствую вообще, если не сказать соболезную, ребятам, которым сейчас, например, 17, и они сейчас нас смотрят, или даже 15-16, и родители, например, не в теме, они не понимают, и даже, может быть, не готовы вообще поговорить. Потому что у каждого из нас есть основные три группы потребностей. Есть физиологические потребности — попить, поспать, покушать, обеспечить себя чистым воздухом, защитить себя от коронавируса, то есть безопасность. И есть вторая группа потребностей, которые... Эти потребности у нас удовлетворены, мы не в Африке живём, чтобы там голодать. У нас основная потребность — это в принятии. Нас не приняли, нас отвергали. Родители вкалывали, зарабатывали, они там просто не умеют нас любить по-нормальному. А мы испытываем дефицит, и поэтому игра — это способ уйти от реальности. Игра — это погружение в другую реальность, где там тебя, возможно, принимают, пусть даже и с матюками, простите меня, да, там с этими прохождениями, пусть это будет злая игра, пусть это будет что-то странное, нереальное, пусть это будет дополненной реальностью, но там мне комфортно, там я сам себе могу вершить всё, что я хочу, и даже самореализовываться. То есть это третья потребность. Хотя на самом деле это виртуальная самореализация, ты понимаешь, что единицы только могут заработать на этом, а так это всё сказки про белого бочка. Кстати, вот вы сказали, могу позволить себе всё, что хочу в игре, но так мыслить действительно многие игроки, и мне задавали лично, я помню, вопрос этот. Хотя это фейк. Ну да, да, мы так понимаем, как те, кто независимен. Кстати, я даже перескочу с мысли на мысль, у вас была когда-то вот зависимость от игр. Нет, у нас, ну у меня была увлечённость. Где-то курс третий-четвёртый мы с докторами, ну со студентами, мы с друзьями, я помню, сидели, у нас была игра Quake, такая там рубиловая, такое страшное, что-то такое месиво, кровавое, там какие-то прохождения лабиринтов. Ну и мы, я помню, сидели по 4-5 часов, там по вечерам. У одного друга нашего был самый продвинутый, там компьютер Pentium 486, или, я не помню, ну что-то такое. Сейчас пацаны смотрят и насмехаются, Да, не даже, может быть, и не знают, что это такое вообще. Или Pentium 1, я не помню, ну что там было такое. Но у нас это прошло, может быть, за неделю-две. Ну как бы, потому что ты не можешь, надо учиться, либо играть, это вариантов нет. Ты должен как бы сделать выбор. Да. Стать врачом невозможно заочно, нету такого образования. Вот, а если, например, я помню свой период, я помню свой период, когда у меня было тоже вот зависимости на уровне, как в этом, увлеченности, да, вот такой сильной увлеченности. И я вот реально не мог себя контролировать. Я не мог себя контролировать, что должен человек сделать, вот сам, если, например, он это не хочет обсуждать с родителями, он понял, что это плохо, он хочет от этого избавиться, но уже ему тяжело, он в ловушке, чувствует себя в ловушке. Какие есть вообще способы от этого уйти? Нужно составить такой щит за щит. То есть нужно задать себе вопрос, что мне дает счастье, кроме игры? И найти, вспомнить эти способы, изобрести, почитать о них. То есть это нужно поискать для тела, например, там, теплый душ или там, хорошая там, пробежка, ну что-то или, ну что-то такое вот, что на тело действуя нас расслабляет. Потом психологические способы расслабления, вдохновения, социальные, то есть общение, но не с помощью игр, а другое. То есть нужно понять, дорогой мой человек, что ты, ты алмаз, ты жемчужинка, ты ценен тем, что ты есть. И не надо доказывать никому, ни в игре, ни родителям, что ты есть и ты кому-то нужен. Не надо доказывать. Ты уже хорош тем, что ты есть. Но этого мало. Этого мало. Я понимаю, что хочется, чтобы тебе говорили, чтобы тебя подтверждали, чтобы тебя вдохновляли. Поэтому ищи людей, с которыми ты растешь, а не с которыми ты деградируешь. Ищи людей, с которыми ты не прожигаешь время, а которые дают тебе вдохновение. Не вдохновение тусить, а вдохновение жить. Не вдохновение просто провести время, вдохновение задышать как-то по-другому. Для этого есть и хорошие, интересные блогеры, и хорошие, вдохновительные, разные вдохновляющие темы, спичи, книги. Я рекомендую погрузиться в Евангелие от Иоанна. Я рекомендую погрузиться в Псалтырь, потому что царь Давид был отвержен своими родителями. Это был одинокий пастух в полном смысле этого слова. И его Псалмы, Псалтырь, как бы это странно ни звучало, но они отражают это одиночество. И как он из этого выходил. Это если говорить о такой религиозной литературе, о Библии, о книге, которая является бестселлером. Миллиарды экземпляров проданы на сегодняшний день. Соответственно, нужно искать себе новые способы того, что тебя принимают. Позитивные, более безопасные. И просто понимать, я еще раз вернусь к тому, ты ценен сам тем, что ты есть. И не надо доказывать это никому. Ты хорош. Если ты этого не чувствуешь, это не значит, что это неправда. То, что ты не чувствуешь, это не значит чувство обманчивое. Сегодня ты улыбаешься, через час ты не улыбаешься. Это все такое. Чувство — это волны на море. Ты будь глубоким течением. То есть двигайся по курсу. Я понял. То есть в принципе таких вот механизмов прямых, вот типа вот схема, вот я делаю один, два, три, четыре, пять, и я избавляюсь от вот этой вот зависимости, таких наборов нет. Но если говорить о практической, я сейчас сказал такую базовую философию, вот ощущение счастья внутреннего. Так, это нужно просто отработать себе список для счастья, что мне не хватает. Если я вот уже почувствовал себя счастливым, но мне реально на физическом уровне уже тяжело от этого отказаться. Вот для этого нужно работать следующим моментом. Это нужно научиться работать со стоп-мыслью. То есть когда тебя, ты вдруг осознаешь, что тебе это хочется, то есть мысли приходят, нужно сказать себе стоп, прям сказать стоп, я не хочу этого делать. Или я не хочу этого хотеть. Стоп, Господи, можно, если ты верующий человек, ты можешь говорить такая, микро-молитва. Стоп, Господи, я не хочу этого хотеть. Или стоп, спасибо за свободу. Но если ты понимаешь, что это реально тебя тянет. Вот. И это патологическая вещь. Второе, это срочно организовать себе физическую активность. То есть это должна быть аэробная нагрузка. Мозг должен получать эндорфин на удовольствие. Эндорфины это не качалка, это больше велосипед, бег, плавание. Ходьба. Но такая длительная, по полтора часа, а не меньше. Третий момент, это нужно пить много воды, потому что мозг постоянно испытывает дегидратацию. Мы постоянно потеем, постоянно теряем воду. И воды нужно пить две полутора литровых бутылки. Обычной негазированной воды. Мозг тогда в тонусе находится, и ему намного легче думать. Если я хочу пить, заставлять себя пить? Да, заставлять себя пить. Потому что если ты хочешь пить, это значит, у тебя уже обезвоживание началось. Кстати, об этом подумал, пить захотелось. Вот. И следующий момент, это очень важный момент, это контрастные процедуры душ. Вот. То есть утром надо заряжаться реально холодным обливанием. То есть принимаешь горячий душ, потом резко переключаешь на холодное и поливаешь себя холодным секунд тридцать. Это бодрит, это дает такой адреналин. И если тебя даже среди дня, может быть вечером начинает так глючить, клинить, залезаешь в душ и включаешь эту процедуру, контраст. Горячее, холодное, горячее, холодное. Вот. Ну, достаточно надо прогреваться, минутки три хотя бы, чтобы не заболеть. И это переключает мозг, оно дает такой ресет, перезагрузку. Хорошо. Обнуление. Практические вещи. Да, это классно, практические вещи. Ну и плюс пару моментов, реально. Если человек много залипает в игры и обычно это происходит в комнате, где-то там, где тихо, там развивается дефицит витамина D. Надо пить витамин D. В больших дозах, хотя бы 5000 единиц ежедневно. Просто его пить. Это обычный витамин, он продается без рецепта, можно всегда его купить, заказать. Потому что дефицит витамина D, почему я об этом сказал и так прервал, потому что только дефицит витамина D уже дает депрессничок, уже дает депрессивное настроение, дает нарушения серьезные. Поэтому надо начать с этого. И просто витамины пропить. Ну и полноценно питаться, безусловно. Завтрак, обед, ужин. Минимум 500-600 грамм фруктов и овощей, свежих, необработанных, термических фруктов и овощей в день. 500-600 грамм – это минимум, чтобы нормально себя чувствовать. Да, это интересная вещь. Кстати, я так понимаю, что образ жизни, кроме телефона, например, моя еда, то, как я питаюсь, то, как я сплю, это все тоже способствует вот этим вот развитиям моей зависимости в тех или иных областях, в том числе игровой. Однозначно. Если я чисто на чипсах, на коле, то у меня больше шансов. Или нет, или я ошибаюсь? Больше шансов. Больше шансов, потому что ты ешь искусственную еду, ты ешь психостимуляторы. Если кола – это значит кофеин, а кофеин – это психостимулятор, кофеин – значит, будет стимулировать и другую зависимость. Одна зависимость всегда стимулирует другого. Друзья, мы уже общаемся минимум 30 минут, это, наверное, больше. Мне очень интересно узнать, есть ли ребята, подростки, кому 15-17 лет, возможно, и до сих пор досмотрели это, потому что, может быть, тут два таких дядьки с умным видом. У меня не умный вид, конечно, такой, как у нашего другого гостя, но вот общаются, вы думаете, что вы рассказываете вообще? Короче, если вы до сих пор еще смотрите, друзья, напишите в комментариях. Вот я супер-хероу, я досмотрел уже 40 минут подкаста, хотя мне пока что еще, я не понял, нужно ли это мне или нет. Друзья, вам решать, тебе решать, мой друг, что делать с тем, что ты слышишь, я надеюсь, что ты слушаешь до конца, дальше будет еще самое интересное. Юрий, смотрите, вот мы говорили о добре и зле. Вот давайте так вот радикально. Компьютерные игры – это зло? Или оно иногда может быть нормальной вещью, которая не есть зло? Я думаю, что компьютерные игры – это инструмент. Инструмент нельзя называть зло. Молоток – это зло. Потрясающая вещь. Молоток – это супер. Ну, мне нравится. Да, то есть, но молотком можно убить. Соответственно, компьютерные игры – это инструмент. То есть, ты можешь им что-то делать полезное, чему-то учиться, а можешь убить. Люди, которые разрабатывают игры, они хотят использовать этот инструмент для того, чтобы убить? Или вот они просто зарабатывают на этом денег? Да, это маркетинг. Это бизнес. Они серьезно деньги зарабатывают, но я могу сказать, вот, слушайте, мне 15. Вы говорите, что я счастлив был, я счастлив здесь. Вот мне здесь класс. Мне все абсолютно устраивает. Мне здесь нравится. Я готов туда вливать деньги. Кстати, об этом чуть позже. Вот еще мы поговорим. Не хочу принципиально отсюда вылазить, но верю искренне в Иисуса Христа как своего Спасителя. Я верующий человек. Я хожу в церковь. В церкви нахожу все себе силы, чтобы не пользоваться этим телефоном, вообще оставляя его дома. Но прихожу там вечером или на следующий день и залип туда. Но я счастливый. Что Бог не хочет у меня счастья, разве? Он же хочет, чтобы мне было хорошо. Это будет считаться грехом. Или нет? Когда я вот при таком мышлении играю в игры. Но если ты верующий только во время богослужения, то нет, это не грех. Если ты верующий всегда в жизни, то ты сделаешь выводы правильные. Потому что если ты свое время прожигаешь, время — это ресурс, который дает тебе Бог. Если ты его тратишь неправильно, ты закапываешь его, ты его просто спускаешь на ветер. Вопрос — это грех. Но, конечно, если тебе дают ресурс, тебе каждый день на счет кладется 24 часа денег, времени. И ты его тратишь, как тебе за благорассудец. Это великое доверие. Хорошо. А если, например, у меня хорошее хобби, я люблю вязать носки или играть в футбол, и я просиживаю в этом по 5 часов в день? То же самое. Не имеет значения. Ты можешь даже по 12 часов Библию читать, и это уже будет экстрим, это уже будет не то. Потому что есть время работе, есть время всему. Вопрос счастья — это хороший вопрос. Просто нужно понять, что значит для тебя счастье. Счастье — что это? Вот мне нравится играть. Я когда побеждаю, я испытываю глубочайший восторг вообще. Я испытываю столько эмоций, столько вот этих эндорфинов, и мне хочется ещё. Вот я хочу ещё раз победить, и я тогда испытаю счастье. Если не побежду, то не стану побеждать, то не буду счастливым. Если не победю, да? Ну, да, всё просто. Вопрос, что такое счастье для тебя? Это победить? Вопрос, победить какими средствами, какими силами и победить в чём? Это победа реальная или это виртуальная? Это учит настойчивость или на самом деле это уходить от чего-то более важного? Вот что это. Ну, может быть, и от чего-то более важного, но как бы мне же процесс нравится. Пускай в виртуальном мире, но зато я, зато мои близкие не испытывают дискомфорта от моей агрессии там в реальном мире. Вот я всю свою агрессию вылил туда. Может быть, так думают люди, которые играют, я всю свою агрессию, вот я там всех завалил, кого надо было, положил телефон. Я тебя уверяю, я тебя уверяю, в агрессии нет конца. Она не заканчивается. В агрессии нет конца. Нельзя вылить её всю. А ну-ка, вот это интересно. Хорошо. Это бутылка без дна. То есть, если я выливаю свою агрессию, начиная вот с виртуальных игр, оно может продолжаться в реальной жизни? Да, естественно. Это же феномен научения. Мозг — это большой клубок 100 миллиардов нервных клеток. Каждый из этих 100 миллиардов имеет минимум 3000 связей, 3000 ниточек с другим нейроном. То есть это 100 миллиардов умножено 3000. Это безумное количество. Ниточек. И этот клубок — это по факту клубок привычек. То есть, если ты привык агрессивно добиваться счастья... Вот вчера я заехал в Ашан. Мы закупились, уже было закрытие магазина. Выезжаем из магазина и спускаемся на эскалаторе, на траволаторе, да, чтобы выйти из магазина. Охранник поднимается и говорит, всё, там уже вход закрыт, идите на другой вход. И сзади мужчина, сзади нас метров 20, он говорит, как закрыть? Начинает возмущаться. И он вытребовал, он кричал на охранника, чтобы он ему открыл, потому что ему лень пройти 300 метров, ну, 150 в одну сторону, 150 в другую, спуститься на другом входе, который после 10, на самом деле, всегда открыт, чтобы дойти до своей машины, которая припаркована вот к этому. и вот этой агрессии, он получил это счастье. А мы поднимаемся уже обратно, и он говорит, ребята, возвращайтесь, он откроет вам, я его уговорил. Но мне не надо таким способом счастья. Я не хочу счастья способом агрессии, потому что реальность такова, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Добро — это счастье, не зло — это счастье. Вот. И пустое времяпровождение потом оставляет пустое послевкусие. Если ты еще об этом не задумывался, тебе там 8, 9, 10, то об этом должен думать твой родитель. Ты не виноват, друг мой. Вот. А если тебе 15, и ты об этом, ты это понимаешь, что ты просто жизнь прожигаешь, ты это понимаешь. Я знаю, просто ты задумываешься об этом. Но другого ты не знаешь. Ну, просто надо научиться этому. Я буду просить Бога, чтобы он тебе это показал. То есть, если я, убиваю в компьютерных играх... Время. Нет, не время. Если убиваю персонажей в компьютерных играх, как это выглядит в глазах Бога? Ну, это нарушение шестой заповеди. Не убивай. Он расценивает это как реальное убийство? Конечно. Однозначно. Это пятая глава Евангелия от Матфея. Так никто же не пострадал. Подождите. Ну, и никто не должен пострадать. Ну, имеется в виду, ты пострадал. Ты испытываешь ощущение удовольствия от убийства. Написано очень красиво в Евангелии и очень чётко. Вы слышали, что сказано, не убивай, а я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Или тот, кто говорит на человека плохое основа, уже должен быть... понесёт наказание смертью. Вопрос, то есть, что происходит во время убийства этих игр? Какие чувства? То есть, убийство виртуально, но чувство реальное. Чувство реальное. Вот. Некоторые говорят, да я уже ничего не чувствую, я просто тупо прохожу игру. Ну, просто ты её тупо проходишь, пока не упрёшься в новый уровень, и ты начинаешь потом агрессировать, ты потом начинаешь злиться и сказать, как же оно там... Ну, я видел, как играют люди, это процесс громкий. Или тихий, но, по крайней мере, агрессивный. Ты, как минимум, убиваешь себя. Ну, а то, что ты убиваешь другой виртуально, это никакого значения не имеет. Ты испытываешь реальные чувства, испытывать реальные негативные чувства и желание убийства. Это грех. А если, я думаю так, хорошо, убивать плохо, тем более, когда вот это там мясо всяко разлетается, там кровище, вот это... Ну, есть мирные игры. Вот если я поиграл час в день, это же немного... Ну, к хобби. У кого-то есть хобби, он провел его там, опять же-таки, например, играя в настольный теннис. Ну, да. А у меня хобби, вот мне нравится вот эта игра. Да. Без крови, без вот этих вот летающих там костей. Мирная себя хорошая игра. Есть разница, и это будет просто гонки, например, или это будут убийства без крови. Потому что есть такие игры смягченные, скажем так, там где убийства есть, но они очень так вот красивенько отображаются визуально. Дострели облачко. Облачко может быть. То есть, понимаете, суть вопроса, Вот если выбирать уже просто как хобби, вот игру, которую я сто процентов себя ограничу часом в день, я будильника три на виду, чтобы вот он прозвенело, я оттуда уйду, вот так вот положу, есть разница, я буду играть в гонки или я буду играть в очень аккуратные убийства, такие. Как это звучит интересно, аккуратно убийство. Слушай, сам удивился. Какая прелесть. Здесь два ответа. Но с убийствами понятно, с гонками здесь тоже несложно ответить. Есть вероятность, никто не знает, эту вероятность конкретно относительно тебя самого. Хватит, задерживаться ли ты на этом часе в день или продвинешься дальше. Кроме того, реальность такова, что если брать белые и темные силы, бога и дьявола, то игры — это мост в дьявольскую реальность. Если это игры не созидающие, а просто прожигающие время, это и нужно. Жизнь проходит, ты просто тратишь ее впустую. Мне ничего больше сказать. Кстати, я, наверное, тут признаюсь сейчас в том, что еще мои многие подписчики не знают. Когда был такой период, у меня непростой, я помню, болел с ветрянкой, и для того, чтобы себя отвлечь, я думаю, а ну, давай скачаю игру какую-то. Сын, меня сын заразил ветрянкой, которого я очень люблю, сына моего. Мы вместе болеем, все чешутся. Я говорю, давай игру со мной. Я говорю, давай. Подсел я на эту игру, в общем, уже ветрянка прошла, а игра не кончилась, я еще не всех там победил. И я себе ставил не один будильник, я себе ставил, я себе все, что хочешь, в голове диктовал. Я был шокирован, что ничего не помогало. Вот как это вообще можно объяснить? Ведь я человек с сильной волей, в принципе. Это феномен синдрома измененного сознания. То есть так работает зависимость. ну то есть дай ему руку, дай ему палец, он и руку тебя откусит. То есть так работает история с мозгом и с дьяволом, который пользуется этим всем. Вот, потому что мозг так устроен, что сначала тебе, ты наслаждаешься маленьким кусочком, тебе хочется больше, 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 но все, на все это уходит время. Время это драгоценный ресурс. Вот где вопрос, где проблема. Ты тратишь время, неважно, во что ты играешь или что ты делаешь. Если ты делаешь это плохо, ну то есть или делаешь это хорошо, но тратишь на это время свое, которое, но это не твое, ты бог тебе дал. Там это временный ресурс. Ты несешь ответственность за это. И ты надо просить прощения, меняться и использовать эти инструменты, чтобы использовать это время правильно. Правильно. Друзья, если у кого-то из вас был такой вот момент, который подобный тому, который я писал я, то не стесняйтесь, напишите, мне кажется, нам будет всем интересно друг друга в этом поддержать, поддержать в том, чтобы не лезть туда в принципе, потому что, ну как я помню по своему опыту, но это было очень тяжело. И кстати, я могу поделиться очень коротко, мой единственный выход, который я увидел в этой ситуации, в один момент, когда был проблеск света в моем вот этом игровом сознании, я сказал, я удаляю это вот просто с телефона, именно удаляю. И только это помогло, потому что это дополнительно необходимо действие сделать, то есть качать эту игру, там все, оно позволяло моему другому голосу, голосу Духа Святого. критика, критика срабатывало. Да, то есть, сознание включалось, произвести хорошее действие, чтобы я все-таки вот забывал про это, и слава богу, вот именно таким образом только получилось от этого избавиться. Да, это все действительно очень интересно. Классная мысль. И кстати, что я обратил внимание еще, что вот в этих играх, там разработчики, они делают все для того, чтобы выработать привычку. Вот я был шокирован, например, там открой сундучок, вот именно во времени, да, то есть вот ты его открыл там в 6 утра, грубо говоря, и тебе нужно через сутки его опять открыть, тогда тебе бонусы будут. И ты понимаешь, что тебе прям, ты уже думаешь, так это же, это же надо встать, чтобы открыть тот сундучок. Но я где-то так вот утрирую, может быть, сундучки, это звучит сильно так по-детски, но там всякие штуки, вот я в шоке просто, как это работает, даже на взрослого человека. У меня даже однажды, мне очень понравилась цитата, которая написана в 1905 году, есть такая книга о служении исцеления, там есть замечательная цитата, «За спиной продавца спиртного стоит сам дьявол». Я могу... Ну да, это мощно. За спиной производителя компьютерных игр, особенно тех, которые подсаживают это, я думаю, стоит тот же самый, то же самое существо. Да, это жестко. Хорошо, Юрий, мне кажется, важно еще нам обсудить такую тему. Вот с точки зрения Бога, вот Он смотрит на это больше с сожалением или с гневом? На игроманию. Господь смотрит на игроманию больше с сожалением или с гневом? Я думаю, что нельзя противопоставлять гнев с сожалением, потому что Божий гнев не такой, как у человека. Поэтому, я думаю, и с гневом, и с сожалением, потому что часть его гнева — это сожаление. Гнев — это, насколько я понимаю, своим ограниченным разумом, гнев Божий, это согласие Бога с тем, что человек выбрал свой путь, и Бог перестает его защищать. Просто это убирание защиты. Это когда человек говорит, да не нужен мне этот антивирус, я сам буду бродить по просторам интернет. И потом он удивляется, что у него заблокирован компьютер и все остальное. И файлы уничтожены. То есть, вот гнев. То есть, ты сам выбрал эту дорогу, и если тебя некому защитить уже, то есть ты отрицаешь, отрицаешь, отрицаешь сознательно, то ты реально погибаешь. А вот, то есть, ну ты погибаешь, может быть медленно, может быть быстро, там уже зависимость от ситуации. Мне кажется, вот ребята, ДВР-овцы, так называемые, дети верующих родителей, сейчас я говорю, слушайте, вот взрослые постоянно, пасторы постоянно рассказывают, благодатью вы спасены. Ну да. Вот сияни от вас, божий дар. Вот я принял эту благодать. Я считаю себя перспективно спасенным человеком. И что я себе не могу позволить теперь вот это делать. Я же никого, опять же таки, может быть где-то повторюсь, но скажу так, что я же никого реально не обижаю, я принимаю божью благодать. И разве это проблема в том, что вот я так провожу время. Вот у кого-то есть другая зависимость, кто-то трудоголизмом работает, болеет, да? Вот у меня отец там трудоголизмом. Смысла нет, сравнивайте. Трудоголизм такая же ерунда, как и игра твоя компьютерная. Как просто уйти от этих оправданий? Это называется выбрать, чем себя убить, пистолетом или гаубицей. Вопрос, как уйти от этих оправданий? То есть если мы понимаем, что это чушь, так думать, то... Ну я лично убежден, основная проблема моя, как человека, который, например, такие себе оправдания строит, это гордыня. Скрытая, замаскированная, даже может быть за низкой самооценкой или чем-то еще, либо явная. То есть я так хочу, мне так нравится, все. Травма там у тебя в детстве или что там еще, в какой-то там семье вырос, большое значение имеет. Ты себе решил, что тебе так удобнее. А есть правильный путь. Ты просто должен смириться и принять этот правильный путь жизни. И он дает реальную радость. Оно тебе перестанет хотеться. Просто ты ешь чипсы в то время, когда можно получить шикарное, вкуснейшее блюдо из картошки. Просто ты ничего, кроме чипсов, не ел в своей жизни. Просто не повезло тебе с родителями. Мама тебе не научила, не готовила очень вкусно из картошки. И вот чипсы почему-то... Ну да, потому что там есть бензоат натрия, поэтому он усиливает твой вкус. На самом деле в чипсах ничего такого особенного нет. Поэтому как бы это... это тебе не оправдывает. Это гордыня. Это просто гордыня. То есть ее надо тренировать. Нужно признаться, что ты просто хочешь жить так, как ты хочешь, а не так, как хочет Бог. Это вопрос воли Божьей. То есть ты должен сжать свои там кулачки и сказать, Божьей, вот я готов, забери меня. Забери мое сердце, пожалуйста, чисти его, забери мой мозг, убирай оттуда все, что нужно. Но я хочу получить вот настоящее счастье, которое я хочу получить. Потому что я регулярно... Я поэтому... Я сегодня практически не рассказывал о своих пациентах, но у меня много таких пациентов, которые опустились почти на самое дно своей жизни. По причине... По причине разных проблем в том числе, да. И то есть они говорят, ну компьютерная зависимость чаще это мост более глубоким зависимостям, более, так сказать, разрушителем. Вот социально неблагополучным. Вот, но эти люди, они просто, да, они приходят и говорят, все, я уже дальше не могу, мне такое счастье не устраивает. Я пробовал, я искал, я кушал этот пенопласт. Сколько можно? Вот как-то, но я не знаю, как дальше жить. Друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами на подкасте «Тебе решать». Между прочим, хотелось бы сказать, что наш другой гость Юрий Бондаренко мне недавно рассказал о удивительном событии, которое вот-вот произойдет в онлайн-мире. И я бы хотел, чтобы вы, Юрий, несколько слов об этом сказали. Я думаю, это будет интересно для многих наших зрителей. Да, спасибо, Олег. Это будет очень классная медицинская конференция, психическое здоровье медицинского работника и его пациента во время пандемии коронавируса и после него. То есть на сегодняшний день в нашей стране, по крайней мере, каждый пятый заболевший это медицинский работник, четыре пятых это наши пациенты. Мир настолько поменялся, что маска и респиратор это теперь не оружие героя, не хирурга, не врача-инфекциониста и не шахтера, который там добывает уголь где-то. Это обычная защита для каждого человека и это вызвало такую волну психических заболеваний на сегодняшний день. У меня 80% пациентов, люди с обострениями из-за как раз этой ситуации, с карантином, с ограничениями, с тревогами и со всем остальным. Вот, поэтому я вообще считаю, что основная проблема этой беды это наши смартфоны, новости, вот это все нагнетание ситуации. Поэтому мы решили собрать более 10 хороших, серьезных спикеров, профессионалов своего дела, врачей, психиатров, администраторов здравоохранения и обсудить настоящее и будущее, как быть, как работать в этих условиях. И я приглашаю искренне врачей, любых медицинских работников, всех, кому интересно тема психического здоровья в рамках коронавирусной инфекции и после нее, что будет дальше, как мы будем жить. И, конечно же, студентов, медиков, студентов биологических факультетов, пожалуйста, психологи, студенты, психологи, добро пожаловать, регистрируйтесь на нашем сайте конференции angelia.clinic и будем рады вас. Прекрасно, спасибо. Мы оставим ссылочку для перехода на эту конференцию в описании под этим видео, но мы продолжаем наше общение. Юрий, смотрите, есть еще один очень интересный вопрос, который интересует сейчас немалое количество людей, особенно, которые привыкли путешествовать, но в период карантина этого сделать не могут. Есть некое такое понятие сейчас, как онлайн-туризм. То есть, для тех, кто не в курсе, что это такое. Это, например, вот ты всегда мечтал слетать на Фарешские острова, но ты не можешь себе это позволить, возможно, не финансово, сейчас и физически не можешь. Но есть выход. Вот умельцы, предприниматели, они придумали выход, они говорят, послушай, вот мы даем тебе доступ к человеку, реальным онлайн-доступ к реальному человеку, живущему там, на вот этих вот островах, и через специальные современные технологии ты просто связываешься с этим человеком и, грубо говоря, им управляешь. То есть ты говоришь, ты вот туда вот идешь, ты вот туда едешь, вот на это смотришь, там вот в ту сторону. Скажите, как вообще вот само это явление вам, оно чем-то плохим попахивает или это абсолютно нормальные вещи? Это первый вопрос. Мысль понятна, да. Мысль понятна. Я думаю, что так особенно плохого не вижу я в этом. Единственное, что смотря, какой клиент попадется. То есть человек может же издеваться над этим человеком. Ну, там, наверное, есть какие-то ограничения. Да, есть какие-то ограничения. Это раз. Второе, ну, все равно не передай всех этих ощущений. Я не думаю, что это будет супер успешно в ближайшее время. Потому что одно дело посмотреть, но ты не увидишь, не почувствуешь, не услышишь анализаторы, все они затронуты. Обоняние. Ну, это безусловно. Так как и виртуальная реальность, она не передает как бы настоящее, но, а возможно, это начало чего-то, вот просто ваше мнение интересно, возможно, это начало чего-то нового, которое может перерасти, что-то более радикальное, негативно-радикальное. как вы думаете, вот сейчас, на данном этапе, это опасно в это ввязываться? И может ли это начать вызывать зависимость, если ты там увлекся уже настолько, что тебе нравится этот процесс, ваше мнение? Это как раз тему того, что мы только что обсуждали, если количество времени, которое ты на это тратишь, превышает разумные пределы, и ты не в ущерб твоему здоровью и основной миссии жизни, и тому, что тебе задумано Богом, то я не вижу в этом больших проблем. Но во всем можно перейти в крайность, в том числе в этом. А в принципе, ваше мнение, если сейчас у меня есть возможности на часик, на два часика вот туда погружаюсь, джойстиком начинаю управлять человеком, с точки зрения христианства это нормальный процесс? Я думаю, что до определенной степени да, потому что нужно все равно учитывать, но это будет диалог, если ты воспринимаешь человека как робота, это негатив, который там перемещается. Если только тебе если ты получаешь обратную связь и человек как бы вы взаимодействуете больше, чем просто покажи, встань, прыгни, иди туда-сюда, стой там, ходи сюда, то это, наверное, интересно. Вам это не смахивает на игру в Бога, так называемого, что вот ты начинаешь управлять этой жизнью? Вот здесь нужно понять исходные условия. Если для человека походить с камерой это работа, и он нормально относится, и потом выключил, это же не круглосуточно ты рабом работаешь. Это да, я не вижу. Но если это начнется, перерастет в такие онлайн-сценарии, то думаю, что да, у всего можно, человеческая мерзость, она не имеет границ. Я понял. ну и такой, ну и такой, скажем, очень сильный аргумент с точки зрения играющих людей. Вот, есть понятие киберспорта. Люди зарабатывают на этом сумасшедшие деньги. И вот мы говорим все это о играх, как о хобби, плохом, которое нам нас разлагает. если люди работают на заводе по 8 часов в день, гробят там свое здоровье, а я по 8 часов в день играю, зарабатывая на этом денег или желая заработать на этом денег. Вот, такая нормальная ситуация, не так ли? В чем проблема вообще? Это же реальные вещи киберспорт. И серьезные деньги там крутятся. Как вот общаться с людьми, с такой позицией. Насколько я понимаю, это игра на теории случайных чисел. То есть ты ставишь ставки. Сейчас не о ставках. Кстати, это тоже вопрос, который часто звучит от моих подписчиков 15-25 летнего возраста. Но я сейчас не о ставках. Я сейчас о том, когда вот собираются ребята и играют в какую-то игру. Игру, да. И не обязательно там ставки. там и на денежные, конечно же, призы, вот, например, есть такая игра Counter-Strike, старинная такая, игра классическая, до сих пор в нее порой играют. И команда победителей там, например, вот она получает выигрыш. То есть это навык. Я должен владеть хорошо навыками в этой игре, чтобы стать победителем и получить очень серьезный приз. это моя работа. И какой-то приз. Ну, порядка 10-30 тысяч долларов на мировом уровне. И сколько таких людей туда добирается? Хорошо. Если человек хочет спортсменом стать, и это его там, он чувствует призвание, он может сказать, тоже же олимпийскую медаль получает не сто тысяч человек. Да, может быть, это неплохо, но для чего все это? Ну, человек чувствует в этом свою страсть, это его призвание. Вот кто-то стулья делает красивые из дерева и зарабатывает на этом 10 тысяч, а я в компьютерную игру буду играть и буду зарабатывать тоже 10 тысяч только долларов. Вот такие вот красивые радужные мечты у меня. Да, мне это напоминает фильм 28 дней есть такой. Сандра Булок или Балок там играет главная роль. Она играет женщину-алкоголичку, которую на 28 дней поместили в реабилитационный центр по решению суда, потому что она на свадьбе у своей родной сестры села пьяной за руль на лимузин в лимузин и на лимузине разбила дом. Ну, американские картонные дома, там, проезжать можно их насквозь. Вот, и 28 дней проходит где-то порядка 20 дней, приезжает к ней парень, с которым они вместе так крутили и пили хорошо, крепко. Вот, она такая культурная алкоголичка, то есть она работница офиса, зарабатывает, и он ей делает предложение, значит, на лодочке в центре озера, вот, там, значит, бутылку шампанского где-то припрятал, достает, а ей пить нельзя, вот, потому что алкоголичка, вот, и там булочка такая красивая, вкусная, булочку, она разламывает, там, колечко, еще все очень романтично, вот, и она понимает, что это реальное искушение, то есть, то, что делать нельзя, она говорит, я не буду это пить, она говорит, да брось, он ей говорит, что ты в самом деле, там, кто-то в марке коллекционирует, то-то, то-то, но мы выпиваем, она говорит, ну из того, что ты перечислил, нет ничего вредного, ну чем вредно марки коллекционирует, чем вредно стулья делать, то есть, если то, что ты делаешь, тебя разрушает, та работа, которую ты делаешь, и как ты ее делаешь, ты можешь работать по 18 часов, стулья собирать, и это тебя тоже разрушит, вопрос, как и для чего, какой твой мотив, ты собираешь стулья, для чего, ты играешь, для чего, чтобы заработать деньги, потому что это моя страсть, но по факту, для чего тебе бог создал чтобы ты играл зарабатывал деньги навряд ли конечно мотив мотив твой главный вот глубоко в себе в сердце посмотри для чего ты живешь но для чем-то вы мотив существования от этого вот этого и это наши проблемы наши детской травмы потому что ты не получаешь настоящую счастье от христианства вообще своей жизни вот от радости в свободы чуть и все время лезет какую-то грязь а свобода есть она она приносит вот и сто процентов самое классное удовольствие самый классный адреналин это когда ты делаешь добро сегодня олег я сидел и делал пациенту с коронавирусом анализ это адреналин и сидел в костюме риск заболеть не есть тоже определенный и пациент был положительный на коронавирус он феврале катался уже я заводали да 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 он я вот мы сидим расстояние полтора метра он в италии катался в феврале на лыжах в конце февраля он чувствует первые признаки заболевания но еще в италии не было ограничений в марте они только начались в марте из-за того что началась это уже вся суета они женой с 3 по 23 марта садятся принципиально на домашний режим и сидят дома никуда не ходят очень ответственные люди украинцы эти двое и он пришел ко мне сегодня сегодня у нас какой 29 апреля вот и говорит мне я понимаю пцр тест не покажет я хочу знать болел я тогда или нет я делаю тест и сразу же тест показывает что да у него и стойкие уровень антител он болел он уже не заразен он болел но это драйв это интересно ты помогать щеку да я вас поздравляю вы переболели все хорошо вы молодец высота социально ответственный человек это это драйв или там поехать тот же самый афганистан там помочь или там сделать но там раздать людям чего-то такое что им нужно помочь увидеть глаза слезы на глазах этого человека вот сейчас мы по дороге сюда я заехал на скорую помощь мы там подарили 54 набора респираторы перчатки потому что работники скорой помощи у них респираторов не хватает этих масок маски сервис сильно не защищает вот такие респираторы он сутки работает это это ты понимаешь что ты не зря прожил это это время ты не зря ты вложил да ты сейчас не получишь но это счастье и это это счастье сильно отличается от того что ты просто свое время сжег там ты его сжег какое добро ты принес кому ну можно конечно пойти дальше хорошо я эти деньги которые заработал на киберспорте я их вложу в добро давайте посмотрим статистику тех кто на киберспорте вложил деньги в добро наивный чукотский ребенок твой мозг меняется под воздействием твою работу то есть работа тебя может уничтожить легко и ты можешь себя отдалить от главной цели ну и последнее такое самое главный аргумент который надо смотреть широко твоя жизнь это не 60 70 лет и не 100 тысяч долларов в месяц и не миллион долларов в месяц и не не тысячу долларов месяц и даже не 300 долларов в месяц твоя жизнь это вечная жизнь потому что нет никакого смысла напрягаться и быть хорошим человеком вообще жить на этой планете если ты простите меня за такое нехорошее может быть непечатное слово сдохнешь через там 30 40 50 60 лет зачем да тогда надо заниматься хоть киберспортом вы каким чем угодно но если есть вечный континуум тогда есть смысл быть ты понимаешь что это репетиция что у тебя впереди все удовольствие вселенной все планы развития бесконечность мозг имеет бесконечный потенциал для развития и да тут стоит это стоит того чтобы потерпеть сказать себе стоп и заняться более чем то полезно потрясающе я считаю что это если нас здоровские слова потрясающие слова для того чтобы подвести какие-то итоги в нашем общении конечно же мы не обойдемся без классического розыгрыша приза сегодня он по-настоящему уникальный и ценный вы можете выиграть онлайн тест на тип личности у профессионального психолога поверьте это вам откроет новые возможности в вашей жизни поэтому пишите комментарии тот кто рэндом на кто кого мы выберем рэндом на через программу random.org в прямом эфире через неделю по нашему обыкновению тот и получит этот потрясающий приз как им воспользоваться мы обязательно вам им детально расскажем в будущем я напоминаю что наш подкаст называется тебе решать и в этом вся суть друзья вы должны подвести итоги что делать с информацией которую вы услышали продолжать играть или стараться бороться с этой зависимостью чтобы заняться тем что действительно созидает что приносит добро что приносит экстрим только экстрим подлинного счастья когда ты ощущаешь что ты помог кому-то что ты жизнь спас кому-то что ты здесь этот день прожил не зря ты выполнил миссию до либо же продолжать находиться там в виртуальном мире побеждать может быть даже зарабатывать деньги но терять то что даровано тебе богом тебе решать друг и напоследок я бы хотел чтобы наш другой гость юрий что-то пожелал вот буквально несколько предложений чтобы вы хотели пожелать нашим дорогим зрителям у нас есть время она течет она нам не принадлежит но мы за него отвечаем и мы отвечаем за него только тогда когда она есть у нас есть ресурсы наша жизнь наш мозг и у нас есть ответственности глобальная миссия цель жизни добро свет тепло вот это и есть наша великая работа великая деятельность это не игра это реальность игра это виртуал игра это временно а реальность это вечно будьте здоровы